Татьяна и Антон с трудом уложили дочерей спать, любуясь курносами носами близняшек. Кудрявые и смешливые девчонки были неиссякаемым источником заботы и радости. Гордый отец пророчил детям карьеру великих актрис. Две пранеры умели мастерски развести родителей на любые сладости и проделки. Антон Леонидович, на минуточку исполнительный директор перспективной компании, скакал под дудку наследниц и читал книжки тонкими голосами. Спокойной ночи. Ласково улыбнулся мужчина, прежде чем засопить. Татьяна вздохнула. Супруг уставал на работе и помогал по дому. Другая бы радовалась. Корила себя ухоженная блондинка, а не искала причины для обиды. Внутри что-то недовольно поежилось, сетуя на усталость, что стало лишать их долгих ночных разговоров. Чита Маховиковых была по-настоящему красивой. Успешные и эффектные, хоть сейчас на обложку. Антону нравилось заходить в ресторан с длинноногой, словоохотливой женой, умеющей поддержать беседу с любым заезжим инвестором. Многие коллеги слегка влюблялись и очаровывались его окольцованной спутницей, но десятилетний брак напоминал нерушимый обед. Когда-то Татьяна была успешным служащим в администрации города, но с возрастом и под давлением родителей оставила любимое дело. Забеременеть долго не получалось, обследования занимали все больше времени, а рекомендации пестрели словами «покой» и «постельный режим». Близняшки получились после года усиленной подготовки и окупили вложения сторицей. Спустя три года Татьяна подумала о возвращении на работу, получив не самое довольное согласие Антона. К сожалению, даже в самом дорогом саду города всегда крепкие дети стали болеть и капризничать. «Тань, если ты устала, дома останусь я», заявил сопереживающий дочерям отец. Заявление более чем легкомысленное. На зарплату мелкого чиновника было не с руки содержать огромные дома две машины. Девочкам требовалось так много вещей, плюс супруги любили появляться на светских мероприятиях. Решение казалось очевидным и радостно приветствовалось роднёй. «Завтра моим принцессам исполняется пять лет», подумала женщина, готовя обед и прислушиваясь к болтомне дочерей у телевизора. Сёстры, как всегда, спорили и противостояли друг другу даже в мелочах. Их необыкновенная связь заключалась в том, что они могли бесконечно долго ругаться, но объединялись против всего мира при малейшей угрозе. Стоило кому-то из детей обидеть Кристину, маленькая Карина без оглядки лезла в драку. Более продуманная Крис предпочитала хитрые способы мести, прибегая к жалобам и слезам. Телефонный звонок вырвал женщину из раздумий. Женский голос выпалил нескладные поздравления. «Девушка, вы, должно быть, ошиблись». «Да нет, это вы ошиблись. Хватит делать вес, что ничего не знаете о новой семье своего мужа. У нас, в конце концов, сын родился. Поздравьте девочек с братиком Николаем». В трубке раздались короткие гудки, но Татьяна продолжала слушать их с отсутствующим выражением лица. Николаем звали любимого дедушку Антона, но все это казалось полнейшей чушью. Ступор сковал тело женщины. Пришедший к ужину муж только пожал плечами при виде надвигающейся истерики. На прошлой неделе мне пришлось уволить половину отдела. Очень непопулярное, но вынужденное решение. Антон схватил вилку, поговырявшись во фруктовом салате. Детская какая-то мстя. Проще нанять новых людей, чем научить старых трудиться. Спокойный вид мужа действовал на Татьяну лучше настойки успокоительного. Блондинка растерялась под ироничным взглядом. «Если тебе позвонят и будут говорить, что из службы безопасности банка, но ты же знаешь, что делать». «Ну, это совсем другое». Обиженно просопела супруга директора, краем сознания вспомнив, что когда-то чуть не попалась на уловки мошенников. «Сделать кофе?» К утру женщина все меньше думала об инциденте, готовя список продуктов на неделю. В магазин семья ездила вместе, пользуясь выходным. Громкие удары во входную дверь стали неожиданностью. «Меня зовут Марина, а это мой с Антоном сын». Яркая брюнетка приподняла переноску с младенцем, посапывающим и потирающим курносый носик. «Марина?» Антон застыл с буквально открытым ртом. «Что ты здесь делаешь?» «Заканчиваю этот фарс. Я не могу одна растить Колю. Мальчику нужен отец». «Ну так ищи его отца. Что за бред, мы даже толком не разговаривали на работе». Мужчина опасливо взглянул в красивые глаза напротив. «С тобой все хорошо?» Татьяна все еще стояла, сжимая дверь до боли в пальцах. Младенец был светлым блондином, так отличающимся от родной матери. «Я оставлю его тебе, пока ты не наберешься храбрости и не признаешь, что он у нас в семье». Переноска опасно накренилась в руках молодой мамаши. Антон схватил кулек, чтобы малыш не встретился с полом и ошарашенно посмотрел на женщину. Цок от каблуков эхом пронесся по лестничной клетке. «Стой!» Антон побежал к выходу из подъезда, но такси рвануло прочь. «Что происходит?» Брошенный ребенок продолжал сопеть в руках Антона. Своих детей мужчина обожал, поэтому умело обращался с мальчишкой. «Почему он здесь, если не твой?» Таня взглянула в глаза мужа и не увидела вины, только гнев и сожаление. «Почему ты?» «Я понятия не имею, Тань, но разберусь, обещаю». Противоречивые чувства раздирали душу Татьяны. Что-то гадкое шептало в уши, что ее обманывают и смеются за спиной. Здравый смысл не давал ревности разнестись по венам, требуя больших доказательств, чем показания девушки с возможным послеродовой депрессией. Муж никогда не прятал телефон, ночевал дома и вел себя как прежде. «Ты ведешь себя так, как будто ничего не произошло», – возмутилась Таня. «Спросил на работе, что нам делать с ребенком». Когда Марина уходила в декрет, она мало с кем общалась, а мужа ее никто даже и не спрашивал. Антон пожал плечами. «Надо требовать справку о душевном здоровье стажеров. И есть еще плохая новость. Нас вызывает суд. Там все и решится. Если она не заберет Николая, обратимся в органы опеки». В зале суда стоял небольшой гвалт, меркнущий перед тем скандалом, что разразился ранее. Родители Антона устроили сыну допрос с пристрастием. Мужчина качал головой, теряя всякое терпение. «Ваша честь, я никогда не оставался с этой женщиной наедине». «Да не бойся ты женой, скажи уже правду», – надрывалась у трибуны Марина, вытягивая руку вперед. «Ты ведь подарил мне кольцо и обещал жениться. Кроме того, мы сдали ДНК-тест. Теперь не отвертишься». Во время перерыва Татьяна взяла мужа за руку. «Скажи мне правду, это твой сын?» «Почему ты веришь явно сумасшедшему человеку, а не мне?» Татьяна позволяла себе сомневаться, чтобы не выглядеть конченой дурой по окончанию суда. Такие истории происходили вокруг постоянно, образуя хитросплетение из любовниц, подарков и душевной пустоты. Судья прошелся скользящим взглядом по материалам дела. По результатам ДНК-теста, театральная пауза заставила зрителей закатить глаза. Николай не имеет родственных связей с Антоном Маховиковым. После такого заявления все россказни Марины уже не имели большого значения. Упаковки с подарками и чеки оказались мусором, доказывающим нездоровье заявителя. Антон привлек внимание жены и приподнял бровь. «Не слышу извинений, милая. Я все равно не понимаю, зачем ей это? И я почти привязалась к Коле». Мужчина пожал плечами и вздохнул. Секреташа призналась, что несколько месяцев назад у них с Мариной был шуточный разговор об отце ребенка. Папой являлся случайно встречный в баре малоизвестный музыкант, укативший на какое-то выступление. Тогда секреташа директора заметила, что Антон подходит на роль идеального отца. Жаль, что мужчина занят. Мысль упала на благодатную почву. Ответственному семьянину еще в первый раз стала жаль недавно рожденного малыша, и Антон думал, как можно помочь ребенку. Ответ лежал на поверхности. На поверхности личного дела Марины мужчина нашел старый адрес коллеги и после недолгих размышлений позвонил. «Здравствуйте. Мне жаль, но у вашей дочери неприятности». Услышав встревоженные голоса, Антон назвал дату и время судебного заседания. На оглашении решения суда с Мариной случилась истерика. Удержать разбушевавшуюся женщину смогли лишь родители. До иступления брюнетка кричала о всеобщей каре и подлоге. Татьяна набрала номер скорой помощи в надежде, что истицы наконец сделают укол успокоительного. Смотря на происходящее трезвым взглядом, Татьяна поняла, что разлучница вела себя неадекватно с самого первого звонка. «Думаю, Марине нужна помощь профессионалов». Вздохнула Таня в глубине души Желия и Смутьянку. «Ей помогут». Муж ласково приобнял супругу, отводя в сторону от фельдшеров. «Родители Марины заберут Кулю, пока ей не станет лучше». Спустя месяц стало ясно, что лечение продлится достаточно долго. Диагнозом Марины оказалось шизофрении. Женщина призналась, что слышала в голове голоса, руководящие ее поступками. Опеку над маленьким Николаем доверили бабушке и дедушке. «Послушай, у нас так много новых вещей осталось от близнецов. Коляска хорошая, может ты предложишь?» Таня заметила искреннюю улыбку мужа. «Только ты настолько добрая, чтобы делать это». Вздохи нисколько не обманули женщину. Она видела, что Антону приятно сделать что-нибудь для маленького Коли. Близнецы окружили родителей, наперебой предлагая свои игрушки. Это было правильно и по-доброму. Татьяна облегченно вздохнула, будто почувствовав твердую землю под ногами и уверенность в завтрашнем дне. «Я люблю тебя», – ласково шепнула женщина-супругу, едва тот закончил телефонный разговор. «И я люблю тебя», – на редкость серьезно ответил Антон, грузя многочисленные вещи в машину. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. А чтобы узнавать о выходе новых интересных историй, при подписке нажмите колокольчик. Всего вам доброго!